В прошлом году получилось завершить давно запланированное Барнаульский мемориал славы, подключили к магистральному газопроводу. Это позволило перевести его в статус вечного огня. После там провели торжественную церемонию зажжения огня факелом, доставленным из столицы России. Перед тем, как передать его в музей Бюи, глава города напомнил об истории факела и значимости для краевой столицы. Мы с вами зажгли вечный огонь мемориала нашего в городе Барнауль. Зажигали мы его вот этими с вами факелами. Их всего у нас с вами 8 факелов. Огонь памяти о тех, кто ковал эту победу, был доставлен в город Барнауль. Частицу вечного огня на Барнаульский мемориал славы доставили с могилы неизвестного солдата в Москве. Такое решение еще в конце 23-го года приняли Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова и Барнаульская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Факел в Барнаул доставили поездом, а сопровождали его как раз офицеры и курсанты Барнаульского юридического института. Отдельное спасибо за то, что мы тоже, конечно, поучаствовали в этом, ну и за саму реализацию, ну и за идею оставить в институте такой символ этого мероприятия всего. Конечно, для нас очень важно это и в воспитательных целях для подготовки наших будущих защитников правопорядка. Безусловно, мы будем внимания этому уделять. Один из факелов теперь займет достойное место в музее Бюи – Красные казармы. Защитники правопорядка смогут гордиться памятным экспонатом. Еще один факел передадут в Центр дополнительного образования на пост номер один. Его воспитанники по традиции несут почетный караул на Барнаульском мемориале славы. Дмитрий Дроздов, День с толком.